Учебные аудитории еще не опустили, во многих из них проводится государственная аттестация, но школьные педагоги переключили с планов и тетрадок на дела хозяйственные. Временно это очень мало, и для нас крайне важно, что администрация города поддержала идею и давно ее развивает по поводу партнерства бизнеса и власти, бизнеса и школ. В данном случае мы говорим о шефах, и шефы во многих школах делают существенную часть работы. Это и текущий ремонт, и капитальный ремонт, и на самом деле нам это очень помогает. За три летних месяца нужно обновить классы, коридоры, пищевые блоки, спортивные залы, а где-то нужно всерьез заняться фасадом и кровлей. Глава города обращается к шефам и директорам школ детских садов. Если проблема с ремонтом серьезная, ее умалчивать нельзя. Дети должны учиться в комфортных и безопасных условиях. Лето закончится, и сразу же после лета наступит учебный год. И в сочинских школах надо создать условия для того, чтобы детки пошли и начали учиться в хороших условиях. За каждой школой и детским садом закреплены одна или две шефствующие организации. Конечно, сейчас не все могут выделять большие средства на ремонт, но любая копейка, вложенная в образование, принесет свои дивиденды. Можно делать, чтобы дети, внуки были счастливыми. Чтобы они стали таковыми, нам нужно пользоваться той инфраструктурой, которая в городе есть. Прежде всего, это спортивные объекты. Второе, это нужно все делать для того, чтобы дети были в гуще всех событий, чтобы они принимали участие в событийных мероприятиях, которые в городе проводятся. Но и самое главное, это создавать бытие с пониманием того, что я нахожусь в детском саде, где все красиво. В школе номер 85 Лазаревского района города в этом году как никогда повезло. Нашелся предприниматель, который поможет отремонтировать крышу школьного здания. А это ни много ни мало – 5-6 миллионов рублей. Исабек Исмаилов пообещал, сколько потребуется, столько школа и получит. Ремонтные работы мы сделаем качественные, чтобы было всем приятно, без нареканий, когда делаешь какое-то дело и себе приятное, и окружающим, и есть о чем вспомнить. Как только завершатся смены в школьных лагерях и сдача единого госэкзамена, во дворах учебных заведений заработает строительная техника. Шефа начнут ремонт, а учителя – их помощники в течение двух месяцев. В прошлом году ремонт проводился в 36 учебных заведениях. В целом же шефы выделили 40 миллионов рублей. В этом году пообещали, они помогут снова.